Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас история Юлии Петренко. Юля родилась в 1996 году в небольшом городке Называевск Омской области. Ее родители, обычная рабочая семья, с раннего детства они привили дочери любовь к учебе, благодаря чему любознательная и сообразительная девочка самостоятельно научилась читать в возрасте пяти лет. В дальнейшем Юля сохранила тягу к знаниям. Она училась исключительно на пятерке и целенаправленно шла к золотой медали, считая, что успеха в жизни можно добиться во многом благодаря хорошей учебе. Но не стоит думать, что Юля круглосуточно корпела над книгами, она находила время и на занятии живописью в художественной школе, и на посиделке с подругами, а в 15 лет девушка начала встречаться с парнем. В свой последний год учебы в школе 17-летняя Юля усиленно готовилась к экзаменам. Она задалась целью поступить на факультет международного бизнеса в Омский государственный университет, для чего ей нужны были высокие баллы по английскому языку. С этой целью родители записали ее на специальные подготовительные курсы по иностранным языкам. Главная сложность заключалась в том, что занятия проходили в Омске, находящемся в 150 километрах от Называевска. И теперь каждые выходные Юля садилась на электричку и ехала в областной центр. Домой она возвращалась около 10 часов вечера, уставшая и голодная, но с горящими энтузиазмом глазами. Субботним утром 12 января 2013 года Юля, как обычно, позавтракала, попрощалась с родителями и отправилась на вокзал. Благополучно добравшись до Омска, девушка отсидела на занятиях 6 часов и села на обратную электричку. Обычно Юлю провожал до дома ее парень. Этот раз не стал исключением. В 22.05 он встретил девушку на перроне и предложил немного погулять. Однако школьница так утомилась на учебе, что была вынуждена отказаться. «Не провожай меня, здесь жить и совсем ничего», сказала Юля своему молодому человеку и поцеловав его на прощание, отправилась домой. Школьница выбрала самый короткий путь, пролегающий за огородами частных домов. Местные жители проложили там узкую извилистую тропинку, на которой с трудом могли разойтись два человека. Путь от вокзала до дома семьи Петренко занимал не более 15 минут, поэтому когда в 22.30 девушка не появилась на пороге, ее отец и мать начали волноваться. Они позвонили дочери на мобильник. Вызов шел, но трубку никто не брал. Подумав, что Юля проводит время со своим молодым человеком, они позвонили ему. Парень ответил сразу и был изрядно удивлен вопросом родителей школьницы. Так стало понятно, что девушка могла попасть в какую-то нехорошую историю. Семья Петренко и парень Юли в кратчайшие сроки собрали знакомых и родных около 20 человек и спустя 15 минут выдвинулись на поиски девушки. Распределив маршруты, они начали осматривать дороги и тропинки, ведущие от вокзала до дома семьи Петренко. Когда стрелки часов перевалили за полночь, один из мужчин, проходя по вышеупомянутой тропинке уже в третий раз, обратил внимание на следы, уходящие в огород нежилого дома. Сделав несколько шагов в том направлении, он увидел лежавший в снегу телефон. Это был телефон Юли. Мужчина позвал в это место других участников поисков, но им потребовалось еще 40 минут, чтобы отыскать девушку, потому что преступник или преступники спрятали ее в полуразрушенной овощной яме и специально всюду оставили следы на снегу. Юлю нашел ее отец. В тот момент он еще не понял, что случилось самое худшее, поэтому поднял ее на руки и бросился бежать к автомобилю, чтобы как можно скорее отвезти дочь в больницу. Лишь когда он домчался до ближайшей поликлиники и позвал врачей, стало понятно, что девушке уже невозможно помочь. Согласно отчету судмедэксперта, причиной смерти Юли Петренко стала асфиксия. Причем орудием совершения преступления выступил ремешок ее собственной сумочки. Перед этим девушку принудили к близости. Согласно результатам дактилоскопического исследования и ДНК-экспертизы, на месте преступления не было найдено никаких следов злоумышленников, что значительно затрудняло их поиски. Из вещей у Юли пропали только деньги, около 3000 рублей, что свидетельствовало еще и о корыстном умысле преступников. Исходя из этого, полиция сосредоточила свои усилия на тех, кто ранее привлекался к ограблениям и совершал преступления против женщин. Также правоохранители опрашивали возможных свидетелей, благодаря чему уже через неделю у них появился первый фоторобот. Местный житель, который в тот злополучный вечер выгуливал собаку, запомнил подозрительного мужчину в кепке. Увы, эта информация ничего не дала, потому что у полиции не нашлось подозреваемых, походивших на фоторобот. И пока по всей области распространялись листовки с портретом возможного преступника, следователи рыли носом землю, чтобы найти хоть какие-то зацепки в деле. В ход шли даже неординарные способы поиска преступников. Например, сыщики воспользовались услугами гипнотизеров, которые пытались пробудить воспоминания у трех вероятных свидетельниц. Результатом этих усилий стал второй, более детализированный фоторобот, опубликованный в июне 2013 года. Забегая вперед, можно отметить, что он имеет сходство с настоящим преступником. Не остались в стороне экстрасенсы, активно предлагавшие свою помощь. Двое из них, Зеродинов Заев и Елена Голунова, участники телешоу «Битва экстрасенсов», даже приехали на место преступления, чтобы воззвать к духу умершей девушки и попросить ее описать злодея. Все эти усилия долго не приносили никаких результатов. Прорыв в деле произошел только спустя два с половиной года. Надо отметить, что правоохранители проделали колоссальную работу. Они отработали 6000 вероятных подозреваемых, опросили более 1500 свидетелей и проверили десятки версий. Но преступников полицейские нашли благодаря случаю. В марте 2015 года один из заключенных омской тюрьмы проговорился своему сокамернику, что он и его товарищ имеют прямое отношение к преступлению против Юлии Петренко. Как выяснилось, ими оказались 24-летний Антон Кобяков и 23-летний Юрий Мачула, которым на момент совершения преступления был 21 год и 20 лет соответственно. Весной 2015 года они оба находились в местах не столь отдаленных. Кобяков сидел за кражу в Омске. Мачула находился в новосибирском СИЗО по подозрению в проникновении в чужое жилище и попытке ограбления. Как не трудно догадаться, оба преступника имели за плечами богатое криминальное прошлое. Мачула, выросший в детском доме, вступил на кривую дорожку в 14 лет. Его лучший друг, Кобяков, тоже родился в неблагополучной семье и тоже занялся воровством в подростковом возрасте. Каждый из них к 20 годам совершил более пяти краж и успел сделать несколько ходок в тюрьму. Но что интереснее всего, Кобяков и Мачула уже попадали в поле зрения полиции в январе 2013 года, так как похожие на них молодые люди засветились на камере видеонаблюдения рядом с кафе, около которого пролегал путь школьницы. Однако тогда их общий друг обеспечил подозреваемым алиби, дав следователям показания о том, как распивал с ними спиртное совсем в другом месте. Вероятно, следователи посчитали, что мелкие воришки не способны пойти на мокруху, и не стали изучать их алиби более детально. Получается, если бы Мачула и Кобяков залегли на дно, то их, возможно, никогда бы не поймали. Поначалу подозреваемые отказывались признавать вину, но следователям удалось их разговорить. В итоге и Кобяков, и Мачула дали подробные показания, рассказав о деталях, которые могли знать только злоумышленники. Мы стояли около тропинки. Я увидел девушку и предложил Юрию познакомиться с ней поближе. Он согласился. После этого мы подбежали к ней сзади. Уже в ходе, так сказать, близкого знакомства я понял, что она была в начальных классах, когда я учился в одной с ней школе. Испугавшись, что она поняла, кто я, и сдаст нас в полицию, мы решили заставить ее замолчать навсегда, рассказал полиции Кобяков. Совершив страшное злодеяние, они договорились со знакомым, чтобы тот обеспечил им алиби, а сами затаились. Но вскоре преступная натура взяла верх, и каждый из них вновь нарушил закон. Преступники настояли на суде присяжных, рассчитывая на то, что им удастся их разжалобить. В ходе заседания обвиняемые рассказывали о своих непростых судьбах и о том, какое печальное будущее их ждет за решеткой. У меня не было желания, чтобы все так закончилось. Я сожалею о том, что так поступил. Прошу о снисхождении. Подумайте, что меня ждет за решеткой. Это сломает мою жизнь, рассказывал в суде Кобяков. Какими бы жалостливыми ни были речи злодеев, они почти ни на кого не подействовали, 11 из 12 присяжных признали их виновными. Обвинение запрашивало для Антона Кобякова 23 года тюрьмы, для Юрия Мачула – 25, но суд дал им меньше – 22 и 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также они должны будут выплатить моральную компенсацию родителям жертвы в размере 2 миллионов рублей. Юлечка была очень добрым, отзывчивым человечком. Многого хотела достичь, поэтому училась на отлично, окончила художественную школу, участвовала в школьных мероприятиях, олимпиадах. Как будто торопилась все успеть. Она была самостоятельной девочкой, и мы не могли подумать, что может такое случиться непоправимое горе, рассказала Светлана Петренко, мать Юли. Кстати, на момент осуждения Мачула как детдомовец все еще не получил причитающуюся ему по закону квартиру. Когда журналисты обратились с этим вопросом к чиновникам, те ответили, что он непременно получит жилплощадь, но только после того, как отбудет наказание. Что до 26-летнего жителя Называевска, который дал полиции заведомо ложные показания, обеспечив преступникам алиби, он каким-то образом избежал уголовного наказания. Ему всего-навсего дали штраф 15 тысяч рублей.